Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. Выбору даты послужило историческое событие. В 1713 году Петр I учредил следственную канцелярию. Сегодня, как и 300 лет тому назад, перед следственными органами ставятся задачи, от верного решения которых зависит не только судьба конкретного человека, но и страны в целом. Нашей съемочной группе удалось познакомиться с работой одного из отделов следственного управления. Продолжит Николас Джоев. Руководителя отдела криминалистики Чермена Казьева мы застали в кабинете в разгар рабочего дня. Говорить о важности отдела, которым руководить Чермен, не приходится. Именно его подчиненные дают ответы на многие вопросы, которые определяют ход уголовного дела. Работа с уликами – одно из направлений криминалистов. Преступники совершенствуются год от года, но и следователи с экспертами не стоят на месте. Хотелось бы показать вам класс криминалистики. Практический полигон, где следователи отрабатывают навыки работы на месте происшествия. То есть проследуем. Это место, где мы в принципе стараемся воспроизвести обстоятельства различных происшествий. Начиная от убийства, самоубийства, имитации каких-то преступлений. То есть замаскированное самоубийство, убийство. У криминалистов Следственного комитета на вооружении есть самые современные технологии, оборудование и инструменты. Но самое ценное – это все же кадры. Люди с уникальным опытом раскрытия самых сложных и запутанных преступлений. Заурбек Кумаллагов – старший эксперт отдела криминалистики как раз из таких. Свой бесценный опыт он передает начинающим специалистам. Если, допустим, высшие учебные заведения в достаточной мере дают теоретическую подготовку, мы уделяем внимание практикуму. Исходя из нашей следственной практики, общероссийской, возможно, и мировой где-то местами. Веревка на шее, оценка, каким образом она здесь оказалась. Наличие стронгуляционной борозды, закрепление. Производство выстрела. То есть отличие выстрела в упор, мы взяли вот такой образец и произвели два выстрела. То есть один практически в упор, второй с расстояния в один сантиметр. Казалось бы… Упор только больше, да? Да, конечно. Казалось бы, такая незначительная разница – упор и один сантиметр. А мы видим, что здесь картина радикально отличается. Каждый человек хоть раз задумывался о том, как работают криминалисты. Зачастую о работе следственных органов мы узнаем из кинофильмов, которые не всегда показывают подлинную картину происходящего. В представлениях обычного человека допросное – это стол, стул, свет в лицо и грубый следователь напротив. По нашей просьбе нам открыли одну из допросных комнат. Давайте посмотрим, что внутри. Судя по обстановке, здесь как комната в квартире. Здесь раскраски, карандаши, куклы и мягкий диван. Здесь, видимо, работают с детьми. Диван весьма мягкий. А напротив – два креста для следователя и психолога. Как пояснили позже сотрудники Следственного комитета, специальных допросных у них нет. Беседы обычно ведутся в кабинете у следователя. Допросную, которую нам показали, предназначена для работы с детьми, которая нередко становится свидетелями преступлений. А к детям нужно особенно трепетное отношение. Еще одна важная комната в Следственном комитете – это кабинет исследований на полиграфе. Внутри сидит полиграфолог. Он работает с человеком, задает вопросы и устанавливает правду. Полиграф или, как его еще называют, детектор лжи – аппарат, который фиксирует все малейшие физиологические изменения в организме человека. Аппарат измеряет потоотделение, пульс, давление и еще десяток других показаний. Все они отображаются на мониторе у специалиста-полиграфолога. Как говорят криминалисты, обмануть устройство не получится, как и самих следователей. Николай Жжиев, Александр Каджаев. Новости Осетии.